Привет, друзья! Это Hightech Mail.ru. На мне сейчас найдет первый, единственный голографический компьютер. Это HoloLens, который делает Microsoft, делает весь США, потому что они не доверяют азиатам, и их можно понять. Компьютер очень сложный, очень необычный. По сути, на первый взгляд, это очки дополненной реальности, но они отличаются от обычных очков дополненной реальности тем, что пользователь постоянно видит, что впереди, и область видимости небольшая. То есть это, по сути, что-то вроде того, что вы могли видеть на телефонах, в приложениях дополненной реальности, либо в играх дополненной реальности. То есть, по сути, это такие голограммы, которые на данный момент даже нельзя перемещать. То есть, это начальная стадия разработки, и буквально на днях эти очки поступили в продажу для разработчиков. Стоит в комплекте 3000 долларов. Это не дешевая штучка. По размерам вы можете видеть, это, ну, примерно обычные очки дополненной реальности. Здесь нет ничего особенного. Как это все работает? Я уже успел попробовать, и, ну, что-то понравилось, что-то не понравилось. Но, опять же, повторюсь, это только начальный этап. Многое поменяется. Что могу сказать сейчас? Очень прикольно, что звук следует в зависимости от поворота. То есть, если объект, излучающий звук сзади, и вы поворачиваетесь, то он остается сзади. Это прикольно. Что касается изображения, то, как я уже сказал, зона видимости не очень большая. По периферийным зрениям нельзя увидеть, что происходит за зоной видимости. Но Microsoft считает, что это не баг-фича, и в чем-то они, конечно, правы. Что касается изображения. По разрешению это примерно 720p, то есть не очень много. Но, опять же, посмотрим, как реализуют разработчики потенциал. Потому что сейчас непонятно, что будет, пока сценариев не так много. Но сама Microsoft видит это скорее корпоративной штучкой для медицины, для архитектуры и так далее. Вот примерно так выглядят очки. Вы можете посмотреть. Более подробно мы покажем на фотографиях на Hitech Mail.ru. Заходите. Ну, и сейчас пару слов о том, что же они умеют. А сейчас не так много они умеют. Я зашел в браузер, проходил по браузеру, по разным сайтам. Все уже работает. Посмотрел фотографии, видео. Есть, конечно, картана, то есть голосовое управление. Но не более того. Что касается голограмм, то их можно передавать в пределах группы. Можно видеть, как наклоняются, поворачиваются голограммы в зависимости от наклона самих очков. Люди вот здесь вот уже развлекаются. Вы видите, возможно, это будущее развлечение для домашних посиделок, которые заменят приставки. Ну, посмотрим, как это будет. На самом деле, пока непонятно. Пока мы одни из первых посмотрели эти очки. Впечатление, конечно, сильное, потому что это что-то необычное, что-то футуристическое. Не то, что есть у всех остальных. И это, конечно, круто. Цена, как я сказал, довольно высокая. 3000 долларов за комплект. Но посмотрим, сможет ли Microsoft снизить ее. Если это собирается и производится в США, то вряд ли. Но, возможно, это даже в плюс, потому что очки становятся таким элитарным аксессуаром. Всем привет! Это Hitech Mail.ru. Дмитрий Рябинин. Следите за обновлениями.